С июля текущего года Ахинская ТЭЦ в 2,5 раза поднимает тариф на отопление. Повышение коснется всех, без исключения предприятий района. Также сразу на 20% вырастет цена электроэнергии. Всему виной остановка добычи углеводородов на севере острова Сахалин-Морнефтегаза. За Сахалинский газ ахинским энергетикам теперь придется платить другой компании и почти в 2,5 раза дороже. Это повышение правительства региона компенсирует субсидии. Вместо 270 миллионов рублей ТЭЦ получит порядка 700. Но эта сумма проблему не решит. Газ, который добывался при добыче нефти, его использовали в качестве своего вида топлива на станции. Его цена в 2020 году была 2 653 600 рублей за 1000 кубов. С июля месяца прошлого года, после прекращения остановки добычи, заключили договор и покупаем газ, который идет с проекта «Сахалин-1». Соответственно, его цена на этот год договор мы заключили за 1000 кубов 5 536 700 рублей. Космический тариф после изучения экономического обоснования утвердила региональная энергетическая комиссия. Напомним, порядка 50% мощности ТЭЦ использовал Сахалин морнефтегаз, который сегодня стоит. Поэтому тариф на самом деле обоснован. Другое дело, как будут выживать ахинские предприятия. О чем говорят предприниматели? Действительно так. Они завтра или послезавтра уйдут. Возможно, правительство найдет деньги. А потом-то на кого будете вешать вот это все повышение? Вот кто будет потребителем? Мы же на него не вешаем. Но это проблема. Вы были структурное подразделение. Дайте я скажу. Было структурное подразделение. Сахалин морнести газа или Роснефтенерго. Выступал президент компании. Он говорил, что никак это на ахинцах не отразится. И по большому счету вы сейчас причина номер один, которую заявляете, повышение. Это повышение тарифа на газ. Но коль скоро это отказ на нефтепроводы или еще что-то. Это сугубо личная проблема сахалин морнефтегаза. Но предприниматели и жители сегодня будут отдуваться за этот отказ. Но вот как-то не вяжется с этим ответом. Когда докладывали президенту Путину и говорили, что никто ничего не пострадает. А что мы имеем? При всем том, что правительство Сахалинской области вам 700 миллионов компенсирует. Просит 270 прошлого года. То есть мы заложники ситуации. Вот город сейчас даже сомнений нет у всех здесь сидящих. Город просто на грани уживания поставили. Предприниматели готовы будут сворачивать бизнес. Они как будут уживать? И как это так возможно было, что на инфляцию обычно повышают по всей стране. А тут такой резкий рост. Да, я понимаю, там газ дорогой. Ну а жители-то предприниматели. Им ничего не останется. Это понятно, что они придут индивидуально. Вы потеряете полезный отпуск. Вам же надо где-то будет находить, кто вас будет потреблять потребителя. Или это все переложите на тех, кто остался. Это раз. Второе, они то, что у них будут затраты возрастут, а они кроме как продают товар, у них другого производства нет. Они должны будут скрутить население. И опять нашим избирателям залезут в карман. Пострадает не только бизнес. Школы, детские сады и прочие учреждения также получат огромные счета за отопление уже осенью. Эти суммы, в свою очередь, дополнительным временем лягут на местный бюджет. Касается депутата, в том числе, местный бюджет, все МУПы, все предприятия, дошкольные учреждения, школы, все. Это для юридических лиц. И тарифы эти, наверное, в бюджете, скорее всего, повышение не заложено. И там хватит в два раза в полугодие платить, а дальше все, денег нет. И мы их навряд ли в бюджете найдем. Это нас все будут касаться. Будем все думать, какие программы резать, у кого забирать, для того, чтобы возместить. Попробуйте ТЭЦ не заплатить. С одной стороны, без дополнительных средств Ахинская ТЭЦ не выживет. С другой, неподъемные суммы за ее продукцию поставят на грань выживания большинство предприятий района. Решено обращаться к губернатору.